Тема урока «Главные политические центры Руси». После распада древнерусского государства в период феодальной раздробленности на территории современных государств Россия, Украина, Белоруссия и Польша образовалось 15 русских земель-княжеств. Крупнейшими из них были Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская земля и Галицко-Волынское княжество. Именно они впоследствии оказали большое влияние на дальнейший ход истории Удельной Руси. Земли Владимира-Суздальского княжества располагались на территории северо-восточной Руси между Волгой и Окой. Леса, подзолистые почвы, относительно благоприятный климат давали возможность заниматься земледелием. Славяне растелились в этих краях давно. Их соседями были финно-угорские племена. Удаленность от южных степей, глухие труднопроходимые леса, защищавшие земли от внезапных набегов степняков и кочевников, способствовали массовому переселению славян из других княжеств. Население края занималось земледелием, скотоводством, торговлей, промыслами, охотой и ремеслами. По территории Суздальской земли протекала река Волга, благодаря которой бурно развивалась торговля с западными и восточными странами. После смерти Ярослава Мудрого, Северо-Восточная Русь стала наследственным владением Мономаховичей. Сам Владимир Мономах бывал здесь редко. На княжение он посадил своего сына Юрия, прозванного в народе Долгоруким. Изначально во Владимиро-Суздальском княжестве были сильны позиции князя, который по своему усмотрению распоряжался наследственными земельными владениями. Князь Юрий строил укрепленные города, церкви, монастыри. При нем были основаны города Переславль-Залезский, Юрьев-Польский, Дмитров. Загласно летописям, Юрий Долгорукий основал Москву. В 1147 году на лесистом холме у реки Москва состоялась его встреча с союзным князем. В последствии, в 1156 году, на этом месте Юрий Долгорукий заложил деревянную стену будущего Московского Кремля. В результате длительной военной и дипломатической борьбы Юрий добился расположенного далеко от своего княжества Киевского престола, за что и был прозван Долгоруким. После смерти Юрия Долгорукого хозяином Суздальской земли стал его сын Андрей Боголюбский, который сделал столицей княжества город Владимир-на-Клязьме. Недалеко от столицы находилось княжеское село Боголюбово. Князь Андрей построил здесь замок и практически все время проживал в нем. Именно поэтому князя Андрея назвали Боголюбским. Андрей Боголюбский пытался расширить свои владения за счет новгородского княжества. В 1169 году Андрей Боголюбский захватил и разграбил Киев. В 1164 году разорил Булгарию на Каме, обложив население Данию. Затем вторгся в Мордовскую землю, захватив Арзамас. Стремясь укрепить свою власть, Андрей Боголюбский стал опираться на лично преданных ему младших дружинников. Изгнал из Владимира Суздальской земли старших дружинников, бояр своего отца, которые в свою очередь организовали против него заговор и убили его. После смерти Андрея Боголюбского князем Северо-Восточной Руси стал его младший брат Всеволод, которого впоследствии стали звать Большое Гнездо. У него была большая семья и много сыновей. Всеволод Большое Гнездо продолжил политику Андрея Боголюбского по укреплению княжеского самовластия, опираясь на младших дружинников дворян. Всеволод совершил поход на Рязань, раздорив город и взяв богатую добычу. Подчинил Киев и частично Новгород. Вытеснил камских булгар на левый берег Волги. Раздорил мордовские земли. Присвоил себе титул великого князя Владимирского. Как только Всеволод умер, Владимира Суздальское княжество распалось на удельные княжества Суздальское, Ростовское, Белозерское, Тверское, Московское, Переславское, Ярославское, Костромское княжества, в которых стали править его сыновья. Особое место в истории Руси занимала Новгородская земля, расположенная на северо-западе Руси. Болотистые неплодородные почвы, неблагоприятный климат не способствовали занятию земледелием. Новгород всегда испытывал острую нужду в хлебе, который вынужден был покупать у Владимира Суздальского княжества, попадая к нему в зависимость. Лесные и морские промыслы, ремесло, торговля – вот основные занятия новгородцев. Развитие торговли способствовало удачное расположение Новгорода на пути из Варяг в Греки. Здесь, в отличие от других земель, дольше всего сохранялись вечевые порядки. На народном собрании решающую роль играли бояре, которые по происхождению были не княжескими дружинниками, а потомками местной родоплеменной знати. Им принадлежали обширные наследственные владения – вотчины, передававшиеся по наследству. На Вече новгородцы избирали посадника, управляющего княжеством, тысяцкого, ведающего сбором налогов, князя, который возглавлял дружину, и владыку – главу православной церкви. Таким образом, Новгородом управляли выборные власти из верхушки населения – бояр и купцов. Поэтому Новгород называли Боярской аристократической республикой. Галецко-Волынская земля – юго-западная окраина Руси. По рекам Южный и Западный Буг, Днестр, Пруд княжество имело выход к Балтийскому и Черным морям. Через галецкие земли проходили сухопутные торговые пути к Дунаю и на юг Европы – Византию. Юго-западная Русь отличалась мягким климатом и богатыми плодородными землями, которые находились в собственности бояр, играющих большую роль в государственном управлении. В XII-XIII веках галецкое княжество переживало период рассвета. Оно находилось во владении Ярослава Осмомысла, который раздвинул границы княжества Закарпаты. В конце XII века, в 1199 году, Роман Галецкий, потомок Владимира Мономаха, объединил Галицию и Волынь в единое Галецко-Волынское княжество, на время приостановив феодальную раздробленность княжества. Таким образом, в период феодальной раздробленности на Руси в самых сильных политических центрах появились различные варианты государственной власти. Во Владимиро-Суздальском княжестве наследственная монархия. В Новгородской земле – Боярская республика. В Галецко-Волынском княжестве – ограниченная монархия, когда власть князя ограничивалась боярской знати.